Добро пожаловать к нам на канал! На сегодня мы собрали следующие новости. Netflix назвали премьерную дату релизателя адаптации манги One Piece. Появились подробности изменений соревновательной игры для Overwatch 2 на 3 и 4 сезоны. Sony Interactive Entertainment анонсировали симулятор бейсбола MLB The Show 23 и многое другое. Банда Инамка выпустила тизер JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, посвященный новому играбельному персонажу Рудольфу фон Штрохайм. Он появится в файтинге 3 февраля в составе специального DLC. Авторы Prison Architect анонсировали дополнение Jungle Pack, переносящее события симулятора тюрьмы в джунгли. Релиз запланирован на 7 февраля. В тот же день выйдет обновление The Jailhouse. Вместе с ним разработчики планируют улучшить искусственный интеллект охранников, добавить продвинутую систему быстрого строительства, сторожевого йоркширского терьера по имени Тоби, а также переработать планировщик. Sony опубликовала полноценное рекламное видео консоли PlayStation 5, появившиеся ранее на австралийском телевидении. В нем демонстрируются отрывки из анонсированных или уже вышедших проектов компании. Пользователи также заметили в ролике несколько кадров, отсылающих к серии Uncharted. Съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» могут стартовать в мае. Информацию об этом сообщил один из актеров, Ноа Шнапп, отвечая на вопросы фанатов. Напомним, грядущий сезон станет для проекта последним. Netflix на своей странице в Twitter объявили, что телеадаптация манги One Piece должна выйти на стриминговом сервисе в текущем году. Вместе с этим компания также опубликовала первый промокадр-шоу. Разработчики Horizon Call of the Mountain представили протагониста проекта Риеса. Он является одним из солдат Дома Карха, ставшими Карха Теней. Авторы также обещают встречи с некоторыми знакомыми персонажами из предыдущих проектов франшизы. Напомним, релиз Horizon Call of the Mountain запланирован на 22 февраля, день старта продаж PlayStation VR 2. Создатели Overwatch 2 рассказали подробности изменения соревновательной игры в третьем сезоне. В частности, стало известно, что ранг будет меняться после 5 побед и 15 поражений. На данный момент это 7 выигрышей и 20 проигрышей. В команду будут подбираться игроки похожего уровня навыков в каждой роли. Также в середине следующего сезона планируют выпустить специальный патч для улучшения интерфейса. А начиная с четвертого сезона ожидается удаление сезонного обновления ранга, а также его убывание у тех, кто давно не заходил в игру. Анонсирован симулятор бейсбола MLB The Show 23. Релиз проекта ожидается 28 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В этот же день он станет доступен в подписке Xbox Game Pass. Предварительные заказы откроются 6 февраля. Глава отдела трансмедиа и развлечений франшизы Halo, Кики Вулфкил, ушла со своего поста в 343 Industries. Сообщается, что она не покинула компанию Microsoft, а только сменила должность. На какую именно пока не уточняется. Напомним, Вулфкил начала работать в 343 Industries 2008 года. Также она выступала в качестве исполнительного продюсера Halo 4 и курировала запуск сериала по франшизе. Microsoft представила новые проекты для подписчиков Xbox Live Gold на февраль. Так, с 1 по 28 февраля будет доступна For The King – ролевая стратегия с изометрическим видом камеры. А с 16 февраля по 15 марта – футбольный экшен Guts and Goals. Netflix выпустили тизер-аниме Gamera Rebirth. Проект расскажет о столкновении Гомеры с пятью другими кайдзю. Всего запланировано 6 серий. Премьера на стриминговом сервисе ожидается в текущем году. Благодарим за просмотр! Не забывайте оставлять лайки с комментариями, а также подписываться, если этого еще не сделали или же пришли к нам на канал впервые. Также напоминаем, что мы есть в ТикТок и Телеграм. Ссылки на наши группы можно найти в описании под видео. Оттуда же можно перейти на страницы Boosty Donation Alerts и помочь в развитии канала. Большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok